А важнейший принцип успешно работающей экономики заключается в поддержке государствам малого и среднего бизнеса. Это цитата из статьи президента Казахстана, посвященной реализации плана нации 100 конкретных шагов. Как отмечает Нурсултан Азербайев, для воплощения в жизнь всех дальнейших планов, Казахстану пригодится опыт стран организации экономического сотрудничества и развития. Одна из них, где для предпринимателей открыты практически все двери, это Австрия. О том, как там начинающие бизнесмены превращаются в миллионеров, расскажет Артем Истомин. В Вене любят следить за различными рейтингами. Если столица Австрии вдруг вновь на первых строчках по качеству жизни, безопасности или инновациям, об этом стараются заявить самых высоких трибун. Инвесторы, как говорится, не дремлют, а деньги любят не только тишину, но и, наверное, комфорт. При этом доля малого и среднего бизнеса в структуре ВВП Австрии превышает уже 60%. Казалось бы, можно остановиться, но, судя по всему, это только начало. В бизнес-агентстве Вены вас встречают прямо у порога. Если стартап вызывает интерес, обещают помочь во всем, вплоть до визовых вопросов, бесплатных налоговых консультаций и даже таких бытовых вещей, как, например, оформление ребенка в школу или детский сад. Самое главное, чтобы ваш бизнес по-настоящему заработал. В год наше агентство направляет свыше 40 миллионов евро непосредственно на развитие малого и среднего бизнеса. Суммы могут варьироваться от нескольких тысяч евро для небольших компаний до полумиллиона для тех, у кого действительно крупные и серьезные проекты. Всего у нас существует свыше 20 различных программ по финансированию. С недавних пор на австрийскую экономику работает и эта молодая перспективная компания, в которой научились модернизировать гидроэлектростанции. Возобновляемая энергетика в Европе – это еще один приоритет, а потому бизнесменам дали полный зеленый свет в их полезной для страны работе. Мы получили большую поддержку при строительстве нашего завода. Локация, инфраструктура, даже офис, в котором мы сейчас работаем, нам помогло найти бизнес-агентство. Своё дело открыть здесь можно всего за несколько шагов. Томаса, как и многих других его коллег, в Австрии называют «скрытыми чемпионами». Все они представляют малый и средний бизнес и работают на очень специфичных рынках, практически без конкурентов. Например, очки для космонавтов делают или радиолокационное оборудование. Это называется «найти свою нишу». Тем же, кто еще не смог определиться, помогают всевозможные выставки, семинары и стартап-фестивали, которые, как правило, также финансируются государством. Здесь совершенно бесплатно помогут советами, идеями и, даже если нужно, найдут партнеров по бизнесу. Множество кафе, магазинов и ресторанчиков практически на каждом углу. На развитие малого и среднего бизнеса в Австрии государство не жалеет ни времени, ни денег, ни сил. Эффект, что называется, налицо. Поступление в виде налогов в бюджет страны с каждым годом становится все больше и больше. А если магнитом для инвестиций за сравнительно небольшой срок смогла стать Альпийская республика, то, конечно, все шансы на это есть и у страны Великой Степи. Артем Устомин, Фил Моран, 24КЗ, Вена.